Задача. Построить очертание поверхности открытого тора, заданного вертикальной осью, и производящей окружностью радиуса R. Вот это окружность, окружностью радиуса R в главной меридиональной плоскости. Окружность не пересекает вертикальную ось вращения, и определить необходимо проекции, недостающие точек Е и К, которые принадлежат поверхности тора. Вот мы имеем, давайте посмотрим, здесь заданная окружность, и эта окружность находится в плоскости P2, и эта же окружность в плоскости P1. Что означает, что задана вертикальная ось вращения? Это означает, что вот эту окружность мы должны вращать вокруг вот этой оси, и получится в результате тор. Давайте вначале и построим этот тор. Когда мы будем вращать вот эту окружность вокруг вертикальной оси, то получится следующая фигура. Я просто-напросто ее скопирую и перенесу вот сюда, сюда, и плюс еще проведу линии. Линии отсюда до сюда, и линию отсюда до сюда. Вот у нас получился тор. Но при этом обратите внимание, что мы часть его будем видеть, часть его будем не видеть, да? Это я имею в виду окружности. Поэтому давайте лишнее уберем. То, что мы видеть не будем. А видеть мы не будем вот эту часть. Так, она не хочет удаляться. Вот так. Вот этого мы и видеть не будем. То, это будет невидимая линия. Ну и здесь точно так же отобразим. Личнее уберем. Вот так. А чтобы было понятно, то мы здесь построим линию пунктирную. То есть, то, что мы будем видеть пунктиром. Вот линия пунктирная. И линия пунктирная. Так. Угу. Что-то она у нас здесь не очень хороша. Давайте мы ее другой, другой построим. Вот так. Получилась линия пунктирная. А вот этот кусочек лишний, да? То мы его можем... Ну, пускай остается. Да. Вот построили. Я думаю, всем понятно, что это у нас тор, который мы видим спереди. Теперь этот же тор надо построить и на горизонтальной плоскости проекции. Если мы будем вращать вот эту проекцию окружности вокруг оси вертикальной, а на горизонтальной плоскости она будет отображаться в виде точки, то мы получим окружность. Окружность будет выглядеть так. Одна окружность и вторая окружность. Вот такой тор мы с вами получили в результате построения. Ну, у этого тора еще будет у нас пунктиром обозначим, вернее, не пунктиром обозначим, а осевой обозначим ось. Ось будет у него здесь. Вот тор готов. Теперь мы имеем точку вот здесь К, которая лежит на поверхности тора, и точку Е, которая лежит на поверхности тоже самое тора. Обратите внимание, что эта проекция у нас видимая, и эта проекция тоже видимая. Если бы она была невидима, она была бы в скобочках, обозначена в скобочках. Как теперь построить недостающую проекцию? Ну, Е2. Проведем через проекцию Е2 окружность. То есть, вот так проведем окружность. И теперь найдем там то место, где эта окружность была бы на плоскости фронтальной. Ну, для этого проведем линию связи. Линию связи. И далее проведем горизонтальную линию. Провели. Что это будет? Значит, представьте себе, если мы пойдем обратным путем. Если мы проведем секущую плоскость, которая срежет нам поверхность тора, что мы будем видеть? Мы будем видеть вот эту линию и вот эту линию, да? Ну, нас интересует левая часть. Вот эта линия здесь, и на этой линии лежит наша проекция Е1. Поэтому мы можем что? Смело из этой точки провести линию связи, вверх, до пересечения с той плоскостью, которую мы с вами построили. И в этом месте будет находиться недостающая проекция точки Е. Она может находиться здесь, и могла бы здесь еще быть вот внизу, да? Точно такая же линия проведенная, и она могла быть вот находиться в этом месте. Теперь давайте подумаем, где она должна быть. На плоскости горизонтальной она у нас видимая. Если она здесь, то мы ее видим. Если здесь, то мы ее что бы не видели. Поэтому мы это удалим. А то, что у нас получилось вверху, то обозначим. Эта точка у нас будет Е. Точка будет Е. Проекция 2. Так, с Е разобрались. Теперь точно так же мы должны поступить с проекцией К2. Но наоборот. У нас уже здесь известно, где она лежит на фронтальной плоскости проекции. Поэтому нам осталось что сделать? Провести здесь горизонтальную линию, текущую плоскость, проходящую через точку К. Далее найти точку пересечения с образующей окружностью и провести линию связи вниз. Проверить. Теперь давайте подумаем, какого радиуса нужно было сделать окружность, чтобы получить вот такую секущую плоскость. Вот такого. И где, соответственно, должна быть проекция? Ну, она может быть. Давайте проведем линию связи вниз. В двух местах получится. Одно место это вот здесь. И второе место это может быть вот здесь. Теперь подумаем. Значит, наша точка проекции изображена на фронтальной плоскости видимой. Значит, когда мы смотрим вот отсюда снизу вперед, то мы сначала видим вот эту проекцию. Значит, вот эта проекция и та, которая нам нужна. Обозначим полученную точку. Вот здесь. И это будет точка проекция К1. То, что нам требовалось построить. Вот и все. Наша задача решена. На. За.